привет всем сегодня мы в расширенном составе вот посмотрите этот человек обычно находится за камерой так что некоторые из вас наверное видят его впервые представляю это тимур мой муж и коллега мы делаем этот канал вместе и вся техническая сторона и очень много обсуждениях того что мы собственно будем раз рассказывать на канале это его работа почему мы сегодня решили выступать вдвоем потому что сегодня мы расскажем про то как начинался этот канал ответы на вопросы тоже будут они будут чуть попозже а пока давайте начнем с самого начала как вообще появилась лотоса сакура началось на самом деле если быть абсолютно на сто процентов честной то идея у меня витала уже очень давно как давно ну по крайней мере за год или полтора до того как ну где-то так мы начали то есть все заводили себе канал на ю тубе я была представлена в интернете только блогом конечно же тоже хотелось чего-то такого видео формате видео формате но как-то все не получалось то времени не было то вообще честно говоря не представляли с чего начинать и тут подвернулся случай мои одноклассники попросили меня записать видео потому что я не могла участвовать во встрече по понятным причинам я находилась в японии а не в латвии и соответственно меня попросили присутствовать в виртуальном формате и я записала видео мы вышли вот буквально в парк который подожди нет мы сначала пытались еще где-то записываться да но как раз то проблема в том что это был август это были цикады да это были цикады да мы не смогли записаться сначала в одном месте по моему мы в центре снимать динджи какая-то была в общем в каком-то синтаистском святилище мы хотели записаться но не смогли за цикад и в итоге мы переползли в парк здесь у нас неподалеку есть парк он более тихий в этом плане то есть там тоже конечно цикады орут но не настолько и и тогда нам повезло был дождь и соответственно мы беседки записывались в общем они заткнулись вот в общем как раз мы смогли записаться послали видео видео очень понравилось и нам понравилось записываться что главное мы поняли что ничего страшного в этом нет наоборот это очень весело очень прикольно и решили почему бы нет я написала первую лекцию это было как раз про школу буддизма топ-10 школ буддизма японии и сначала мы даже тоже пытались это записать на другой локации мы тогда поехали в соседнюю префектуру ямагату там очень красивый парк мы думали может там записаться но вот там тоже что-то как-то не пошло я тоже не помню по какому поводу все потому же цикады так еще и вороны собрались цикады вороны утки которые бегали за нами бегали утки клянчили еду в общем мы поняли что в такой в таких условиях записываться бесполезно проблема в том что тогда у нас не было света и писаться дома у нас не было никакой возможности приходилось бегать по окрестностях войсках не чтоб не было людей чтоб не было цикад чтобы нам никто не мешал чтобы мы никому не мешали да в результате первое видео было записано на кладбище реально да на фоне бамбуковой рощи за мы нашли кладбище нашли бамбуковую рощицы вот там мы записались абсолютно спокойно потому что к тому моменту как раз закатом не было зато там были комары комаров было много я помню я то вся искусанная это даже на видео если вы посмотрите это видео можно увидеть что у меня укусы комаров но на самом деле там было очень хорошо и приятно и было как раз еще нам повезло мы втиснулись как раз в узкие рамки когда один храмовый праздник связанный с походами на кладбище уже закончился а второй еще не начался и вот как раз мим вот между вот этими двумя моментами нам удалось вклиниться и записать это видео нам понравилось и но потом уже стали думать о том как нам записываться дома потому что близилась зима и да зима была близко и представить себе что мы будем все еще записываться на улице было как-то не очень уютно и вот сейчас я расскажу как вот сейчас я передаю слово тимуру и тимур расскажет о том как мы это обеспечивали ну на самом деле нам повезло с тем что изначально у нас была неплохая аппаратура так как я фотограф у нас в анамнезе был canon 80d микрофон мы как раз то петли первый свой петличный микрофон мы купили вот так когда первые мысли пришли о канале у нас свалялся он около как раз года и поэтому когда алисины сокурсники обратились мы были во всеоружии вот потом соответственно мы записывались на улице на локациях со всеми вытекающими последствия дождь цикады вороны рабочие дробящий камень все что угодно это конечно было крайне увлекательно находишь хорошее место свет хорошие все нормально расставляешь все включаешь ну или пресловутый перфоратор или перфора где-нибудь в лесу да вот однажды реально мы записывали я помню в джинджи в синтаистском святилище это было в лес в лесу и тогда просто как-то очень хорошо совпало вот мы приехали была полная тишина вообще в принципе ничего не цикад никого то есть пока мы записывались было абсолютно тихо пара ворон что-то там вякнули ну так и стоило нам завершить запись понаехали таксисты стали очень бурно и громко обсуждать что-то поналетели вороны со всех сторон и начался дождь было дело это как раз тот самый ролик про синта из 2 вот и в результате мы прикупили осветитель кольцевой правда оказалось что то что показывают на том же ютубе как прекрасно бьюти-блогеры ставят камеру внутрь кольцевого осветителя и красят мордочки у нас так не получается свет слишком слепил поэтому я приспособил зонт ну и с тех пор мы в такой конфигурации пишемся надо докупить другой свет но список оборудования вот такой с одного конца моего почищаем с другого увеличивается это тоже довольно забавно произошло что за время пребывания в японии я заполнил все то что мне нужно было по фотографии то есть осталось несколько хотелок которые или слишком дороги или не очень-то и нужны и в таком расслабленном виде я какое-то время существовал и тут мы начали записывать видео и того что просто необходимо сразу тун 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 плюс еще к тому же это новая для меня сфера и соответственно я постоянно узнавал что я не могу обойти без еще одной штуки о которой раньше даже не подозревал вот например сейчас то что у нас вот из такого дорогого это вторая камера мы хотим легкую беззеркалку и монтажный комп потому что у нас на самом деле на семью три компа и все три вопрос какой из них сдохнет быстрее вот как раз вот да у меня за сдох комп но мы его немножко как бы поставили на ноги но собственно поэтому последние больше месяца последние ролики выходили редко другой работы на канале не было именно потому что я остался без рабочего компа да а я теперь осваиваю бунту что отдельная печаль да ну вот все что все рассказал ну ты нет на самом деле да действительно у нас большая часть бюджета канала уходит именно на аппаратуру потому что что нужно мне у меня в принципе хватает и литературы у меня довольно много книг больше несколько книжек мы все-таки прикупили да мы прикупили парочку книг в процессе но это было скорее я просто да вот давай давай вот сейчас осветим как раз мою большую проблему дело в том что я вообще страдаю нездоровым перфекционизм да хорошо он нездоровый нездоровый перфекционизм потому что каждый раз мне кажется что я просто не подниму эту тему если я не перелопачу всю литературу по ней и достаются все мои книжки надо сказать что просто у нас в квартире очень мало места поэтому многие мои книжки хранятся сейчас в ящиках в коробках да и мне приходится все это доставать перелопачивать но в процессе я осознаю что у меня оказывается не хватает еще какой-то литературы и не могу найти ее в сети я покупаю очередную книжку я сажусь ее читать я понимаю что вообще ничего не знаю по теме и надо значит купить еще десяток книжек ну ладно это я немножко преувеличиваю но реально именно из-за этого у нас уходит очень много времени на запись лекций и влог для меня стал лично спасением потому что мне кажется через него я учусь относиться менее сурово к себе и своим знаниям потому что я могу спокойно вот сидеть размышлять там из разряда как же оно там было а не помню все равно это влог вот научиться бы так еще в лекциях это было бы конечно замечательно и вот мы попали в результате в парадоксальную ситуацию с одной стороны у нас есть лекции в которых вложено слишком много для такого формата и в то же время есть влог который тоже превратился многие из выпусков это те же лекции но которые могли бы быть лучше если бы к ним готовится например когда я записывал когда я писала лекцию про самоубийство в буддизме я перелопатила реально очень много информации и то что пошло в лекцию это не очень большая часть это только так я в общем теперь уже чувствую что я могу как минимум одну публикацию забубенить про самоубийство спокойно правда хочу ли я этого это другой вопрос меня несколько не публикованных статей висит все никак не могу подобраться вот собственно вот такая вот вещь да что еще нам нужно осветить ну что осветить на что осветить еще да я таки об этом поговорю я может быть вы заметили что я никогда не пользуюсь косметикой практически да я не пользуюсь косметикой я на самом деле довольно давно прекратила краситься отчасти мне просто лень но есть еще такая проблема что у меня псориаз и косметика сильно раздражает кожу поэтому декоративная косметика и поэтому вот выпадает полностью из бюджета вопрос каких-то косметических средств иногда и хочется может замазать какие-то там неровности кожи так далее но каждый раз дико страшно так что если вы знаете какие-то гипоаллергенные средства косметические то пожалуйста в комментарии я буду очень рада вот что еще мы можем сказать творческих планах творческих планах конечно творческие планы творческих планов много на самом деле по нам сильно ударил к вид потому что только в этом году на самом деле на много чего на самом деле получилось так что мы начали не тогда когда были к этому готовы а когда начали потому что в противном случае мы бы ждали 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 неизвестно вообще бы начали в этом году у нас была поездка в латвию которая потребовала много сил времени денег отгрызла здоровенный кусок от семейного бюджета в этом году наша дочь пошла в первый класс что тоже захватывающие приключения сознания да это это тоже потребовало огромных уважений всего чего только можно и частности мы до сих пор находимся в состоянии когда нам могут просто в любой момент написать что мы чего-то не принесли в школу и не сделали велик шанс что мы об этом даже не представляем потому что это абсолютно другой другие пространства это все-таки я ходила в школу в латвии выходим в школу в латвии и было это очень трудно и японская современная школа это совсем не то же самое что ну скажем латвийская школа 90-х годов 80 90-х годов и вот например чисто до один пример да мы купили шапочку и мы купили повязку на голову хачимаки и мы были уверены что ну ну как ну вот шапочка вот повязка хачимаки что с ними еще надо делать кепка кепка кепкой и хачимаки и я прихожу в школу в какой-то момент по какому-то поводу уже не помню и меня спрашивают скажите а почему вы не пришли хачимаки кепочки то есть да это было вот конкретно так именно вопрос то есть почему не я слышу об этом в первый раз и мне даже в голову не пришло что можно такое делать и после этого я сказала да хорошо о замечательно впервые слышу и пошла гуглить и оказалось что действительно хачимаки пришивают кепочки почему я не гуглила до этого вопрос потому что мне даже в голову не могло прийти что что-то такое можно делать я до сих пор не представляю зачем это нужно ну ладно так принято то и в общем все это тоже накладывает свои конечно накладывает что накладывает что он накладывает в общем но усложняет нам жизнь но при этом надо сказать что дочь пошла в школу еще и с сильным опозданием из-за к вида у нас школа была закрыта то есть два месяца она сидела дома между окончанием детского сада и школы она должна была пойти там через две недели после того как она закончила садик пошла ровно через два месяца а я сидела дома тоже соответственно записывать что-либо там было абсолютно невозможно были по большей части лекции у меня начались в ванной как вы знаете и мы не могли выходить никуда мы планировали куда-то ездить что-то там снимать опять же на локации выбираться лето все-таки теплый но опять же никуда мы не выехали особо нет мы конечно выезжали немножечко я надеюсь что сейчас может быть немножко уже удастся выбираться опять же дочь в школу уходит хотя тоже проблема заключается в том что дочь доходят школу но она и возвращается из школы довольно рано поэтому раньше чем в садик и все-таки на дольше можно было скинуть чем в школу так что еще и вот эта проблема ну и опять же уроки потому что с ней нужно делать уроки у нее реально двойная нагрузка и тоже это приходится как-то впихивать наш график и все это накладывается на наши стесненные жилищные условия алиса которая ведет лекции онлайн ванне потому что это единственное помещение в нашей квартире где есть дверь потому что когда говорят про панельные дома и бумажные стены в кавычках как у нас бумажные стены реально у нас бумажные стены соответственно мы можем писаться только когда дочери нету дома вот как сейчас нашу ушла уже скоро придет кстати да так что вот такая вот у нас ситуация но творческие планы есть мы надеемся что мы будем выезжать опять же записываться у нас готовится уже очень давно готовится фильм большой фильм про ходака майри вот мы его будем готовить непременно мы намерены таки записывать лекции очень надеемся и что еще мы намерены делать конечно же будет влог будет как всегда и у нас еще есть интересный проект дело в том что когда-то я по долгу своей работ но не работа на самом деле по долгу исследования переводила местные сказки и легенды и они у меня есть том числе на русском и почему бы их не записать если вас это интересует опять же пожалуйста в комментарии пишите можем это зачитать с таким нужно делиться это очень редкий материал интересно что еще мы хотим сделать но что мы хотим сделать до нас попросили нам накидали какое-то количество тем которые ну конечно я отвечу в формате ответов на вопросы но я думаю что некоторые из этих вопросов вполне достойны отдельного видео и так что тем у нас на ближайшее время просто выше крыши опять же лично мне хотелось бы больше материалов о японской культуре вообще не не только буддизм не только буддизм с одной стороны это позволит привлечь на канал новых зрителей потому что все таки то чем заниматься ли речь достаточно специфическая вот с другой стороны вокруг столько что еще не известно когда мы когда у нас начнется творческий кризис нет на самом деле я так прикинул что если бы нас кто-нибудь кормил мы бы на ближайшие годы обеспечены на полный рабочий день но к сожалению никто нас кормить не собирается поэтому приходится выкраивать время наших занятий основных вот так вот но на самом деле то что у нас нам не грозит творческий кризис это вовсе не означает что нам не нужны ваши комментарии ваше предложение почему бы нет мы хотим иначе чего вы хотите поэтому пожалуйста пишите непременно пишите ну и понятное дело лайкайте подписывайтесь приводите друзей у нас тут интересно хорошо теплая компания в общем посмотрим как там она будет дальше пока пожалуй мы сказали все что хотели сказать очень пока и в следующем выпуске будут ответы на вопросы там я уже опять перемещусь это свое место за камеру и алиса будет отдуваться от ну да всем пока 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 пока